Иди сюда, иди сюда, иди ко мне сюда, давай нос поглажу. Ай ты мой хороший, ай ты мой сладкий. В 2007-2008 зоопарк Тюленят спасал. Наша коммерческая организация просто помогали. Фактически в России это вот самый первый центр по спасению ластоногих. И случайно к нам попал медвежонок, потом следующий медведь, потом кто-то птицу привез, ну и стали всех спасать. Вон сейчас вольер новый делаем. А вот для этих двух, для медведей. А вот это у нас, это Дашка. Скажет, Даш, у меня нет глаза. Мой знакомый, он мимо проезжал, а она к фуре была привязана, к цирковой на улице, воды нет, ничего нет, клыки все выдраны. Позвонил мне, говорит, вот такая вот ситуация. Будешь забирать? Я говорю, конечно буду. Слышите звук? Это они маму так сосут, с таким звуком. А вот люминька наша, которую собаки-то задрали. Ну ее 60% в тело было, как бритвы порезаны. Ну неделя-две было ей. Мать отогнали, ее загнали в речку. Она уже тонула, рыбак ее вытащил. Два раза от нас уходила. Все, без сознания, без всего. Вытягивали. Видите, ухо вниз. Разодрано было. Так и не поднялась. Скажи, ничего, это моя такая, примета. Вот это ужин для лис. Творог, курица. Чуть-чуть банана. Идут тут витамины добавляются. Это рацион, тут врач у нас разрабатывает. Вот он на стенке висит, что кому дать, кому сколько положить. Ну у нас же все условия созданы. У нас своя операционная. Мы же все делаем сами. 500-600 тысяч на медведя, на Бурово. В год имеется в виду. Вольер обходится почти 2 миллиона. Все изначально все делалось. За мои собственные средства достаточно много. Ушло денег в миллионах, да еще и в долларах. Сейчас нам очень много помогает население. Люди возят тележки нам, продукты. У нас помощь три вида. Это деньги, продукты питания, это руки. А вот наши северные олени. У нас родилась девочка маленькая. А этих двоих с Мурманска, с Убоя выкупили. Их на Убой гонят, а мы их там выкупили с мясокомбинат. Сеня. Сеня, ну он вообще медведь такой был особенный. Ну у него была куча там заболеваний хронических. Он жил в своей комнате. Комната никогда не закрывалась. Он выходил, уходил, когда ему это хотелось. То есть мы вообще давали год жизни, да. Но он еще три с половиной прожил. Ну вот, к сожалению, у него сердце не выдержало. У нас сейчас вся страна присылает письма. И мы их через Сеньку отправляем. Учедшим питомцам справляется пока с своей функцией. У нас традиция была. Мы имена давали, когда уже было понятно, что животное осталось. Что оно живо-здорово. Даже под сомнением животное имена не давали. Вот у нас там Паша поступил. Это янтовидная собака. Ее немножко потрепали собаки. В общем, живьем чуть не сгнил. Мы даже изменили своим правилам. Мы дали имя, чтобы выжил. Поэтому выжил.